Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Аминь. Избранное из получения Святаго Иоанна Златоустова на книгу Бытие. Текст Священного Писания, Синодальный перевод Библии. Что же так вредно нам? Многое разнородное. Но более всего пристрастие к человеческой славе и неумении пренебрегать ею. Эта страсть причиняет нам много зла. И если мы имеем сколько-нибудь духовного богатства, она истощает его и лишает нас проистекающей отсюда пользы. Что может быть гибельнее этой заразы, когда она отнимает у нас и то, что мы, кажется, обладаем? Так фарисей, тот сделался хуже мытаря, потому что не мог удержать своего языка. Но через него, как через какое-нибудь отверстие, просыпал все свое богатство. Таково злощеславие. Скажи мне, почему и для чего ты ищешь похвалы от людей? Разве не знаешь, что эта похвала так же, как и тень, или что-либо еще более ничтожное, разливается по воздуху и исчезает? Притом и люди так непостоянные и изменчивые. Одни и те же одного и того же человека сегодня хвалят, а завтра порицают. С божественным судом этого никогда не может быть. Не будем же безрассудны, не станем напрасно и в суе обманывать сами себя. Если мы делаем что-либо доброе, но делаем это не для того только, чтобы исполнить заповедь нашего Господа и быть известными Ему одному, то мы напрасно трудимся, лишая сами себя плода от этого доброго дела. Делающий что-либо доброе для получения славы от людей, получит ли ее или нет? А часто бывает, что при всех усилиях не может получить ее. Так, получит ли или нет, пользуется уже здесь достаточную награду, а там не получит никакого воздаяния за это дело. Почему? Потому что сам наперед лишил себя награды от судьи, оказав предпочтение настоящему перед будущим, славе человеческой перед приговором праведного судьи. Напротив, если мы делаем что-либо духовное для того, собственно, чтобы только угодить тому, неусыпающему оку, перед которым все обнажено и открыто, тогда и сокровище у нас остается неприкосновенно, и будущее награда несомненно, и доброе ожидание этого само по себе уже доставляет нам великое утешение. И кроме того, что эта награда соблюдается нам в безопасном хранилище, может явиться вместе с тем и слава человеческая. Ведь когда мы пользуемся ею в большей мере, когда пренебрегаем ею, когда не ищем ее, когда не гоняемся за ней, и что дивишься, что так бывает у ведущих духовную жизнь, когда очень многие из миролюбцев более всего гнушаются и презирают тех, кто домогается славой от людей, найдешь даже, что над такими людьми все издеваются за их тщеславие. Что же будет жалче нас, если мы, посвящая себя духовной жизни, станем подобно этим людям, домогаться славой от людей и не довольствоваться похвалой от Бога. Так и Павел говорит, Римлянам 2,29, ему и похвала не от людей, но от Бога. Не видишь ли, возлюбленные, как и на конских христалищах, погоняющие коней, не обращают внимания на то, что весь сидящий тут народ рассыпает бездну похвал и не чувствуют удовольствия от этих похвал, но смотрят на одного только царя, сидящего посреди, и, внимая его мановению, презирают всю толпу, и тогда только величаются, когда он возложит на них венки. Им-то подражает и недорожие людскую славу, и не ради ее творит добродетель, но ожидает приговора от праведного судьи, и, внимая его мановению, так устраив всю свою жизнь, чтобы тебе и здесь постоянно питать добрые надежды и там наслаждаться вечными благами, которые дополучим все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.